здравствуйте дорогие друзья снова с вами гроссмейстер алексей ермалинский это заключительный мой репортаж женского матча на первенство мира сегодня закончилось закончилось дело тайбрейком ну что ж традиция теперь такая как-то в матчах на первенство мира не хватает 12 партий чтобы определить победителя ну может быть силы примерно равны в этом случае были наверное так так и получилось в общем борьба во второй половине матча между зювин зюнь и александр горячкиной разошлась не на шутку вперед вырывалась то одна соперница то другая но в общем в конце горячкина сумела выиграть по заказу 12 партию и вот тайбрейк давайте посмотрим все партии были очень интересны в первой партии чемпионка играла белыми и начала она снова с коня в 3 только здесь пошла же 3 в дебют рэти но я думаю что правильное все это решение я говорил уже об этом что наверное все-таки е4 не подходила как-то тип позиции не подходил по стилю зубин зюнь и хотя она не пошла на может быть основные варианты закрытых начал в д4 опасаясь хорошей подготовки соперницы пошла вот то б3 она пошла выиграла девятую партию наверное увидели и вот теперь для тайбрейка приготовила дебют рэти ну что можно сказать александров с третьего это это неожиданность достойно играла замечательно в дебюте и метр шпиле ну давайте посмотрим позиция получила шикарно но обычно вот те кто славянскую играют они любят выходить своном на g4 потому что ну почему нет если свона можно вывести а после этого пешки поставить более аккуратно е6 но здесь разные планы конечно можно и d3 и b3 играть на вот этот ход d4 тоже имеет смысл получается вот что у нас значит здесь размен и белый играет конь c3 но теперь если черный выходит конь f6 сразу же то у белых есть ход конь е5 довольно перспективный пешки gf сейчас придут движение вот где начинается охота за этим слоном на h5 поэтому черные выбор черных слон бьет ф3 собственно логичный и когда белые взяли слоном и было сделано несколько нормальных ходов мне нравится очень перевода коня которые александр осуществил здесь на здорово сыграла конь е8 освобождая дорогу пешки вот может быть ферзь а4 неудачно это создало угрозу взятия на d5 но наверное черный ферзь лучше расположен на d8 поскольку поддерживает идею с разменом слонов особенно это видно в следующем варианте если бы в этой позиции белые сыграли бф3 с идеей отвести слона на f2 атаковать центр ходом е4 то у черных очень хороший ответ сразу f5 и еще что важно сразу же f4 открывая черные поля пока у белых слон на g2 конечно расположен не очень хорошо и вот в этой ситуации видите кони в 5 сразу же и сразу же слон h4 все черных лучше здесь будет поскольку белым уже очень тяжело двигаться в центре нельзя ослаблять поле f4 ну почему да и после размена чернопольных слонов уже нет преимущество двух слонов в общем на это все было рассчитано поэтому зио вензио не пошла f4 но этот план наверное все таки вторичные по своей силе надвигать пешки fg оставив пешку на едва и толком ничего из этого не получилось но опять же александра маневрировала блестяще то есть она вызвала ход g5 отошла назад и теперь перевела коня на f5 захватив важные поля в общем что делать наверное при какой-то аккуратной игре со стороны белых может быть белые бы удержали бы позицию но неприятно честно говоря делать то нечего атака пешечного меньшинства в данной ситуации наверно обречена на провал фигуры ее не поддерживают и ход h5 последний замечательный ход поскольку это отнимает у белых возможность надвигаться пешкой аж бить конечно на 6 нежелательно ну вот была сделана еще серия ходов быстренько я пробегу много партий надо показать вот александра она очень себя комфортабельно чувствует она не боится делать защитительные укрепляющие позиции хода может быть 5-6 ходов подряд ничего страшного но вот когда возможность предоставляется она готова контратаковать пружины распрямляется очень быстро ну наверное вряд ли что-то белые могли еще сделать особенно лучше учитывая недостаток времени в общем пошла вперед чемпионка мира но выгода от этого совершенно не очевидно может быть выгоды никакой нет я смотрел здесь жертву фигуры с идеей такой что если черные конем отойдут то можно как-то d6 сдвинуть и запереть этого слона но потом кто его знает может и белый ферзь может прийти на диагональ начать там угрожать каким-то матом есть возможности за белых безусловно но ведь черным так играть не обязательно после жертвы фигуры лучше всего им эту фигуру вернуть есть замечательный ход конь е4 и вот тут я смотрел ну вот что получается лишнюю пешку не удержать после ц5 владея должна уходить черные берут на е8 конь защищает но возникающая позиция только у черных может быть лучше поскольку белые двинули пешки вперед но не смогли открыть никаких линий диагонали против черного короля теперь сами должны защищаться от ферзь до 7 чем позиция довольно неприятная за белых все равно то как получилось может быть даже хуже для за вензинь поскольку очень здорово горячка наиграла блестящий ход b5 конь c5 не пойти водяна d1 провисает и теперь важный перевод ферзя еще b4 очень энергично и своевременно но здесь полная полная паника в рядах белых но на b3 не хочется отдавать а если так то конь f5 ну вот пришли к этой позиции мог это быть переломный момент в матче конечно если бы александра нашего охота слом бьет g5 мне кажется она может быть даже его видела такие вещи люди смотрят но куда отскочить слоном чтобы напасть на воде и можно увидеть что после размена вынужденного на е8 у белых нет возможности разменять ферзей поскольку промежуточный шаг есть ну и теперь лишняя пешка и конь еще там на е3 вторгается ли водяну что хотите то есть черных выиграно просто проблема то не в этом проблема в том если слона возьмут и вот здесь ну конечно дай эту позицию александры да и многим другим и скажи черные начинают и выигрывают ну наверное все найдут ферзь d6 вторжение с h2 да и в общем то просто ход воде а е3 белым придется отдавать ферзя и там ферзь е6 шах потом и забирается пешка на b3 это конь на а4 слон на b2 в общем полный развал позиции ну да это конечно все легко каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны но вот уговорить себя во время партии что нужно посчитать до конца особенно в очень хорошей позиции александре в матче в принципе не удавалось это единственное чего и не хватало ее план всегда был хорошие позиции усиливать постепенно используя в основном но технические методы но так не всегда проходит не сыграла на слон бед же 5 пошла слон d6 преимущество сохранилось вопросов нет но вот в этой ситуации нужно отдать должное чемпионки мира она боролась яростно то есть она отдала весь свой королевский фланг но сумела как-то активизироваться пошла вперед до 5 наверное у черных все равно было выиграно там были какие-то варианты компьютеры показывали но ситуация уже очень шаткая и в общем у александр не получилось и партия к ее зачарованию закончилась в ничью упущена была замечательная возможность ну что ж следующую партию претендентка играла белыми давайте посмотрим что там получилось вот значит что у нас было но опять же классика разменный вариант карлсбадский вариант здесь вот конь бьет d5 ответ ну крамник мы уже говорили наверное об этом что звензен свернула на на эти тропинки разработанные крамником и сейчас очень много партий давая белым центр даже в этой ситуации где есть вот этот ход воде а b1 который отнимает поле b4 и позволяет белым сохранить чернопольных слонов так играл петр свитлер причем против крамника да и в многих других партиях интересно здесь разные возможности есть скажем ливон араньян играл коня в 3 и на рокировку не определяя пока позицию своего слона двигал сразу а4 ну что а почему нет почему он получил хорошую игру победил босиосича ну слон b5 ход я не знаю тут много конечно возможности дебютом нам сейчас некогда заниматься удивительным образом вот в этих структурах иногда белым размен белопольных слонов не так вреден вот чернопольные остались и это позволяет двигать пешку d вперед более эффективно ну так в партии получилось здесь d5 было сыграно пешках хорошо поддержана сваном c4 она попадает на d6 разумеется после этого сила и и удваивается не утраивается черным защищаться непросто когда возникла эта позиция свон е3 вот вопрос да что же мы меняемся от надо немножко разменяться для того чтобы блокаду черным было труднее поддерживать но размены должны идти не до конца ферзей нужно обязательно сохранить вот критический момент возник здесь после пешечных ходов замечательная возможность была у горячкиной пойти ферзиом на е7 наверняка она видела что так можно сыграть но вот взятие разумеется на d8 не планируется пока вот ну как черным то играть если они пойдут к уни в 6 что наверное самый очевидный ход то у белых есть опять тактика honda sim вот этого наверное саша не видела опять же получается что тактику она видит за противника очень хорошо и контролирует всю ситуацию что и позволяет защищаться замечательно но за себя иногда просто она не досматривать до конца здесь убила совершенно выиграна поскольку поставит ферзя на d6 и конь идет через через е5 на c6 с дачем несколько ходов наверно после ферзи е7 пришлось бы какие-то другие ходы делать но не совсем понятно какие белых есть кстати возможность даже при случае пойти конь е5 такого рода размен поскольку ферзи сохраняется на доске дает всегда хорошие шансы а сыгранным было вместо этого конь d4 черные выскочили ферзиом вот теперь размены недостаточны и хотя александр правильно сделал что уклонилась но вот нашелся такой ход ферзи h5 очень неприятно что воде она d1 но может быть она его увидела как-то подумала но теперь слабости у черных но все это вот дает только длительное давление а может быть и выигрыш материала но это незначительно недостаточно для выигрыша ключевой наверно момент был здесь поскольку черные успели пойти b3 а белые не успели пойти g3 чтоб король g2 если бы они сумели так поставить то наверное были бы у горячки на замечательные шансы выиграть от воде на шпаль но здесь не получается воде один грозит пришлось входить королем и тогда но это уже теоретическая ничья 40 ходов где-то наверное саша это повозила но в общем так получилось что во многих партиях этого матча александра белыми давила она всегда давила но вот может быть академический слишком подход и играла долго но не сумела измучить противница зумин дзюнь показала что она и физически и психологически готова защищать такие позиции ну что делать вторая упущенная возможность ну не забиваешь ты но вы знаете кому забивают таких ситуациях долго ждать не пришлось в третьей партии матча чемпионка мира одержала важнейшую победу как это получилось дебюта был тот же самый и снова взять на f3 вот здесь взятие пешкой выглядит странно да на самом деле есть логика логика есть я когда-то очень давно в похожей структуре меня правда пешка на d3 ставил сумел получить перевес против григория кайданова партию мы играли очень давно советские еще времена на молодых мастерах вот эти пешки идут вперед кулак этот пешечный они конечно не проходной образовывать а просто давить а как черным используют свои четыре против трех на в центр и на ферзевом фланге трудно поскольку на c5 ходить очень нежелательно всем пешка на d5 ее просто невозможно защищать а простое давление на пешку d4 наверно белые могут выдержать так и получилось вот b3 аккуратный ход одну пару ладей разменяли теперь сюда и белый затеяли перевод коня вот пешка на а5 ну что может быть нужно было ее на а4 двинуть хотя не совсем понятно что черные достигнут даже если вторгнутся ладей белые будут продолжать том же ключе конь с е3 на g4 саша перешла к обороне все-таки так пошла но теперь b4 есть ход поскольку конь на c4 не попадает пешечная структура поменялась двух слонов больше нет но пешка на е6 отстала и главное у белых все равно из перспективы на королевском фланге но вот здесь скажем ферзь b5 но хочется пойти но никто же не будет меняться в эншпиле то у черных все прекрасно можно по линии c атаковать белые разумеется пойдут ферзь c2 это вторжение ничего не дает белые могут аж 5 надвигать могут и так пойти тактической угрожая конь d6 ну все равно тут пешка же пойдет вперед или конь g4 чтоб потом а6 очень много возможностей все равно у белых лучше ферзем наверное придется возвращаться назад поэтому саша и вернулась сразу же на позицию уравнять не удалось может быть надо было все таки попробовать пойти b5 закрыть ферзевый фланг ценой ослабления на c6 до белые будут давить сюда пойдут где-то воде от сетре есть возможность ну наверное все таки фронт немножко уже поэтому защищаться должно быть чуть легче мне кажется после короля ш 8 b5 все просто разваливается не представляю как тут играть теперь атака на эту пешку не хочется конечно допускать взятия на f6 которые разбивают структуры в 5 белые могут добавить чем пришлось взять но потерялась пешка на а4 можете посмотреть окончание этой партии очень уверенно чемпионка мира реализовала даже в эшпиль не пошла сумела в в миттель шпиле добить ну что ж вот снова вышла она вперед мы помним конечно же саша проявила недюжинную волю к победе и упорство одержав победу по заказу 12 партии смотрели ждали надеялись ее болельщики что удастся снова сравнять счет но осталось всего одна партия и вот что в ней случилось вот что в ней случилось у нас снова был разыгран тот же самый дебют и начинаем сначала снова вариант свитлера вариант свитлера с ходом ладья b1 только теперь по-другому но это есть такая возможность тоже наверняка так играли пешка на d4 попадает под атаку довольно неожиданная я бы сказал поворот событий это ход рокировка наверно можно было пойти е5 косвенно защищая пешку я не знаю тут точно в чем здесь дело у ферза опять шаг забирать на а2 но мы знаем в защите гринфруда белом вообще надо это эти королем на f1 какой бы шаг не дали атаковать играть аж 4 пытаться там свомбит аж 7 но я понимаю черные конечно предпримут меры какие-то наверное пешку и в двинут снова но можно было так сыграть но с другой стороны критиковать ход рокировка он довольно неожиданно и в общем для партии с коротким контролем выглядит неплохим решением чемпионка мира однако не не дрогнула пошла принципиально сделал очень сильный ход f5 ну пришлось брать здесь в принципе атаку то трудно организовать фигур немного наверное более правильный план это давить на пешку b7 может быть с этой точки зрения стоило вообще пойти с вон с вон е4 ну ладно разменяют коней можно взять ферзем кстати ферзей пока сохранить и давление ну конечно черные мечтают что у них просто заберут на б7 ну и там одна слабость на е6 но как-то защищаться можно белым с этим спешить не надо но вот такая возможна была позиция мне кажется выбор александр был не очень удачным ставить вот слона на а3 это как-то ни к чему не привело темп то был здесь она сохранила сохранила слонов тоже можно было слон е4 сыграть чтобы просто взять ферзем на а3 все-таки белым нужно сохранить ферзей вот в этом варианте недостаток был в том что очень сильно сыграла чемпионка мира она пошла сразу в ленджбер давление у белых безусловно есть полная компенсация за пешку пешка была отыграна и и саша долго потом давила но не смогла она там просто недостаточно было материала продолжение партии я пропущу очень много ходов просто вам скажу что ну вот вот так вот все это было ну в разумеется активность есть на черные защищаются аккуратно ну вот как такую позицию выглядят хотелось бы надвинуть может быть пешку на же 5 стеснить короля но технически это трудно оформить поскольку король должен на и в 4 защищать черные могут и же 5 пойти например сами материал остается очень мало а другие маневры привели к тому что и же 5 было сыграно и в общем постепенно играли они уже быстро черные просто перехватили но в этой позиции уже черные наверное играют на победу просто за бензинь это не надо было на на ступер вела слона и теперь если черный король попадет там на d4 то общем пешка я просто решит партию могли черные сыграть просто наверное не надо было такой был ход с идея на король f4 пойти просто король е6 а потом король через е5 на d4 идет очень сильная позиция у черных ну достаточно было черным сделать ничью и вот в этой в этом положении на ничью горячкой не пришлось согласиться ну что ж надо подвести как-то итоги матча во-первых матч был очень интересный на мой взгляд самый интересный из всех недавних матчей на первенство мира соперницы оказались неожиданно для многих почти равны по силам может быть вообще равны по силам такого не было да когда хуеван играла конечно сильнее своих противниц и ну должна была выиграть и выигрывал эти матчи сейчас немножко другое дело но александру нужно разумеется поздравить тем что она привела волю к победе и в общем показала себя достойной противница учитывая молодость и упорство достижения цели думаю что она не последний свой матч сыграла на первенство мира но зювен зюнь ну посмотрите она ведь победила тань жуни потом победила в нокауте что самой хуеван не удавалось сейчас отстояла свой титул в напряженной борьбе чем достойная чемпионка матч замечательный был вот я читал некоторые комментарии на интернете люди говорят вот играют всего 2500 и а им там полмиллиона платят ну вы знаете эти разговоры играют в какую силу это это же какое-то ну придите сами уважаемые товарищи комментаторы не все многие из них играют активно но есть некоторые которые давно уже за доской не сидели вот я прям в отличие от них сажусь за доску вот сейчас приехал из сетва ну пусть маленький турнир сыграл на своем как говорится ветеранском уровне но тем не менее напомнил сам себе как тяжело принимать решение за доской когда часик это тикает вот поэтому могу сказать что учитывая ну вот это давление атмосферу матч на первенство мира обе участницы привели себя более чем достойное честь им и хвала и очень интересно было следить за этим матчем в общем надеюсь вам понравились мои видео тоже я хочу благодарить вас за внимание с вами был гроссмейст алексей ермалинский но надеюсь что будем продолжать работать до свидания